Всем привет, с вами Пандора, и вы, как всегда, на моем канале, и это вторая часть зомби-апокалипсиса. Ну что ж, посмотрите, мы тут с Симбой заколотились на базе. Итак, смотрите, там зомби уже приехали, это просто... Как он пролезть сюда так быстро? Блин, убегаем, нам нужно куда-то телепортироваться, я не знаю. Давайте угоним эту машину, потому что это реально какой-то капец. Симба там, я не знаю, как она будет одна, но я думаю, она спасется, она, скорее всего, телепортируется в какой-то дом. Короче, смотрите, тут везде какие-то зомби едут. Посмотрите, просто тут заброшенный город, какой-то машин куча, какой-то хлам везде, все заколочено. Ребят, короче, вообще нифига непонятно, как и в первой части. Кстати, ребят, на первой части вы поставили достаточно большое количество лайков и просили, чтобы я сняла вторую часть. И вот, ребятки, я для вас уже ее снимаю. Итак, ребят, давайте поставим военный вертолет, чтобы нас относительно не было видно. Просто посмотрите, дождя ралупит, небо зеленое. Ребят, все как и в первой части. Кто не видел первую часть, я оставлю ссылку в описании, обязательно ее посмотрите. Ребят, просто посмотрите, здесь везде какие-то зомбаки лазят. Вообще нифигашеньки, ребят, непонятно. Город весь заброшен, куча заброшенных машин. Вообще, ребят, нифига непонятно. Какие-то коробки везде, посмотрите, все заброшенное, все заколоченное. Короче, реально нифига непонятно. Нам нужно сейчас с вами срочно найти Симбу. Короче, я не знаю, что делать. Посмотрите, за нами просто там внизу ходят зомби. Реально, я не понимаю, что нам делать, что мне делать, как мне приземляться. Потому что мой вертолет просто везде сейчас видно. Он, во-первых, громкий, его все слышат, короче. Ребят, я не знаю, короче, нам нужно сейчас найти Симбу. Я, правда, не знаю, где она, в том-то и прикол. Мы сейчас с ней в разных комнатах сидим в реальной жизни. Она моя сестра, кто еще не знает. Вот, короче, нам нужно ее найти, короче. Я думаю, мы сейчас полетим на вот эти вот штуки, на вот эти вот дартопланы или что это называется. Как это называется, я не понимаю, как оно называется. В общем, сейчас будем на горе. Так, я вижу кого-то там внизу. Я не знаю, как нам нужно лететь как-то в обход. Я не знаю, потому что за нами просто хвост зомби. Нам нужно сюда срочно приземляться, пока они не пришли. И давайте, нам нужно приземлиться срочненько. Забегаем сюда. Нам нужно просто сейчас с вами запрыгнуть сюда. И просто мы сейчас будем с вами летать на этой фигне. Я не знаю, где Симба. Ага, вот, все, она пришла. Она тоже подобралась сюда. Все, давайте садимся. Че она не садится? О, все, ребят, все, погнали, погнали, ребят. Правда, эта штука немного снижается. Я не знаю, как мы сейчас будем приземляться и куда в том-то и дело. Скорее всего, мы пойдем в школу. Там можно, мне кажется, обустроиться будет где-то. Я не знаю, правда, куда именно можно там спрятаться. Но у меня есть, ребят, одно предположение. Кстати, ребят, кто не подписан на мой телеграм-канал, сроченько подписывайтесь. В описании профиля, точнее, в описании видео, есть ссылка на телеграм-канал. Вот, поэтому подписывайтесь. Там я пишу, когда можно снять со мной видео, когда подписчики будут со мной сниматься. В общем, также, ребят, не забывайте про ТикТок и Инстаграм. Ссылочки тоже есть в описании. Буду вас везде рада видеть. В общем, смотрите, будем, наверное, вот тут. Я не знаю, правда, найдут нас тут или нет. Ну, короче, ребят, давайте делать скин. Давайте мы как-то оборудуемся. Я не знаю, давайте оденем военный костюм, чтобы нас не так было видно. Потому что нас сейчас прям вообще видно. Мы такие оранжевые, желтые, яркие. Нас реально сейчас везде относительно видно. Короче, давайте одеваем вот эту вот маску. Убираем все наши вот эти вот чендалы, заколочки, шапочки, сумочки. Вот это вот все волосы оставим. И нам нужно какую-то шапку, я не знаю, вот такую вот каску одеть, да, чтобы наша голова была в безопасности. Я не знаю, я слышала какие-то звуки. Я не пойму, они тут рядом или мне кажется это просто. Я просто не понимаю, ребят. Типа какие-то реально шорохи, как будто кто-то возле нас топает. Ну, типа, я не знаю. Очень странные реально звуки. Короче, немного стрельновато. Нам нужно как-то, ребят, спасаться от этого зомби-апокалипсиса. Вот, давайте, может, такой мешок оденем. Ну, хотя, блин, он тяжелый. Наверное, его нужно будет тяжело и долго носить. Ну, типа, это будет мне тяжело. Зачем оно мне надо, короче. Вот, в принципе, вот эту вот сумочку, которую я одела, оставлю. А, в принципе, остальное, типа, мне и не нужен. Давайте посмотрим вот этот рюкзак. Ну, блин, он какой-то огромный. Ребят, ладно, пофиг. Короче, за нами, кажется, там прибежали. Там, короче, Симба только что мне сказала, крикнула в комнате, что там зомби уходил. Нам нужно как-то спасаться. Это просто капец. Смотрите, они реально сюда приехали. Жесть просто. Нам нужно как-то на задний двор. Так, я не знаю, где Симба, короче. Симба. Симба вон бежит. Все, давайте, ставим быстренько машину. И просто отсюда нафиг угоняем. Угоняем, ребята, отсюда. Потому что это просто капец. Просто они нас везде нашли. В школе нас нашли. Нашу базу. Блин. Ну, это капец. Мы там хотели обустроить нормальную базу. Теперь нам куда ехать? Я, если честно, не знаю, где можно прятаться. В лесу, мне кажется, нас найдут. Потому что... Ну, блин, там очевидно, мне кажется, что мы туда поедем. Но, хотя, ребят, не факт. Но в лесу, знаете, как-то не очень хочется обустраиваться. Типа, блин, лес как-то это не очень, знаете. Может быть, тот дом заброшенный. Хотя, ребят, там, мне кажется, точно нас найдут. Потому что он заброшенный. Мне кажется, это очевидно, что мы, возможно, будем там. И, скорее всего, нас, ребята, пойдут туда искать. Я вообще не знаю. Давайте пока поедем по городу. Подумаем, куда мы можем поехать. Напишите пока в комментариях, где бы нам лучше всего было спрятаться от зомби. Я, если честно, просто пока что не знаю даже, куда ехать. Ну, реально, в нашей базе это не вариант, потому что там все кишит зомби. Там вообще реально не вариант. Я предлагаю на вот эту вот заброшенную станцию или что это возле заправки. Знаете, вот эта вот секреточка в горе. Вот, в принципе, вот это вот относительно вариант. Ну, хотя все про нее знают, но не факт, что они вспомнят про эту секретку первым делом. Вот, поэтому я думаю, что мы сюда зайдем. Так, ребятки, давайте. Ну, что ж. Давайте мы здесь будем обустраиваться. Будем вот тут обустраиваться, думаю, относительно норм места. Но, в принципе, в принципе, возможно, нас тут могут и найти. Но, короче, ребят, о плохом думать не будем. Давайте заколачиваем здесь все просто, что нас тут типа нету. Типа, что если они туда зайдут, то, по сути, ребят, здесь прохода нету, здесь никого нету. Ну, короче, так, все. Машину я у входа убрала, чтобы она нас не палила. Ну, хотя, ребят, по всему городу, с другой стороны, заброшенная машина, не факт, что они поймут, что это моя. Ну, хотя, ребят, она подписана ником Pandora Games, так что не факт, ребят. Могут и понять. Так, давайте. Палатка супер. Теперь нужно поставить еще спальные мешки. В общем, тут можно спать. Нам нужно еще оружие будет поставить для полного счастья, чтобы, если что, мы взяли дробовик и просто кого-то прибахнули тут на месте. Так, возьму планшет, буду смотреть, что у меня по камерам в доме, потому что там, наверное, полная жесть происходит. В общем, короче, берем спальный мешок относительно и вот сюда вот так поставим. Он такой розовенький поставился, достаточно прикольно. Правда, ребят, не под наше видео этот розовый цвет, потому что, как вы сами понимаете, все страшное, темное, и тут такой розовенький спальный мешок. Ну, короче, ладно, проехали, здесь у нас будет оружие. Если что, будем его брать. Так, Симба пошла на разведку, я не знаю, туда. Нужно будет, кстати, еще лазеры поставить, чтобы мы видели, где кто находится, когда кто проходит. Я думаю, вот тут можно поставить лазеры, как-то перегородиться. Я не знаю, давайте, может, тут коробки поставим, я не понимаю, почему только они тут не ставили. Ага, все, вот, поставились. И что они... Так, кто открыл дверь, и, господи, не пугает так, Симба, блин. Короче, ребят, ставим вот сюда коробки разные. Так, мы сейчас, типа, загораживаемся. Вот, короче, вот, видите, коробки уже, в принципе, можно тут прятаться даже. Вот, залезем в коробки, будем просто сидеть, нас тут, по идее, вот, не видно будет. Но, короче, нам нужно еще как-то лазеры сюда поставить. Вот, наверное, вот сюда поставлю, чтобы мы видели, когда кто тут проходит. Так, и предлагаю их увеличить, потому что, возможно, здесь еще может быть, знаете, титан какой-то зомби, я не знаю. Короче, вот, мы увеличили их, теперь тут мы будем видеть, кто проходит. Так, вот, Симба еще тут ставит лазеры, короче. Вот, смотрите, тут еще есть секретка, кто не знал. Вот такая вот она большая. Давайте возьмем фонарик, чтобы все было хорошо видно. Так, надеюсь, здесь зомби нету, но, в принципе, можно еще где-то тут спрятаться, знаете, заныкаться куда-то, я не знаю. Вот, даже если они зайдут на нашу базу, то мы будем где-то вот тут на улице, не факт, что они нас найдут. Вот, короче, давайте будем оббегать это все. Короче, смотрите, здесь достаточно огромная территория, можно даже куда-то там в темноту поставить коробки, туда просто залезть и сидеть, и нас не найдут. Будем ждать просто спасения, я не знаю, ментов, я не знаю, какую-то службу спасения, в общем, проехали. Короче, вот такая вот огромная территория здесь, а это, собственно говоря, белый наш бункер. Здесь можно, в принципе, поставить бы было перегородки эти, но не стоит, в принципе, не буду, короче, мне лень. Так, Симба вот тут вот все тоже перегородила уже, чтобы все было отлично, чтобы нам было видно, когда кто-то переходит через эти лазеры. В общем, в принципе, можем еще поставить коробки, но тут у нас лимит. Смотрите, пишет у нас, лазер обнаружил символ. Вот, и нам будет писать сообщение, кто будет проходить через лазеры. Так, в общем, мы уже тут обгородились, в принципе, здесь можно спать. Короче, ну, ребят, знаете, тут как-то скучно тоже сидеть, хочется тоже посмотреть, что в городе там происходит. Может, они вообще уже свалили, я не знаю. Вот, ну, короче, давайте возьмем дробовик вообще просто отличный. Короче, нам нужно как-то поехать уже в город, посмотреть, что там, посмотреть на наши базы. Вот, давайте посмотрим по камерам. Смотрите, там какая-то зомби-паркуристка просто, посмотрите, она там паркурит, я не знаю. Ну, короче, ребят, на мою базу идти точно не вариант, а зомби тут есть. Ну, короче, я не знаю, вначале прям зомби прям жестко просто пролезли. Я не знаю вообще, как так быстро они могли пролезть. Ну, потому что это реально капец, я даже не успела с вами поздороваться, поздороваться с моими зрителями, моего канала. И тут просто уже нужно убегать, реально. Короче, ребят, ну, сюда, если честно, на базы не вариант идти, реально, потому что тут все просто в зомбаках. Просто все, смотрите, заколочено у нас. Так, пошлите, короче, отсюда выходить потихоньку, я не знаю. Потому что вдруг кто-то сюда надумает прийти, потому что нас уже тут достаточно много ищут, я не знаю. Типа, нас могут реально сейчас найти. Ну, кто-то, например, вспомнит за эту базу, и все, они все сюда прибрутся. И нам просто, ребят, кирдык отсюда, понимаете, просто не убежит, что здесь замкнутое пространство, замкнутая коробка. Мы даже вот на машине не сможем тут уехать. Короче, ребят, я предлагаю немного отбежать и ставить уже вот тут машину. Поставим ламборгини, чтобы мы относительно быстро ездили. Так, красимся в черный, чтобы нас не так было видно. Но еще, ребят, минус. Зомби могут тоже поставить вертолет, тоже могут поехать. Блин, я застрялю. Господи. Короче, зомби могут полетать на дертапланах, вот этих вот летающих штуках из горы. Ну, типа, с высоты все им будет видно. Ну, я не понимаю, правда, как отсюда, может, там в зеленую траву, я не знаю, покраситься, в лесу где-то будем стоять. Ой, ребят, ну, короче, ладно, останусь в черном. Я, короче, не знаю вообще, где они могут быть. Они, наверное, на машинах могут ездить тоже. Давайте посмотрим, что там. Что там вообще не видно, ребят, нифига. Но они реально могут с горы летать и видеть все с высоты, где мы находимся. В горе, конечно, нас было не видно, но еще раз повторюсь, там, скорее всего, нас нашли. Я реально не знаю, где мы будем прятаться. Нужно просто сейчас скрываться от них. Вообще, ребят, не представляю, как мы это будем делать. Но на ферме там по камерам можно смотреть, там просто будет видно. Вот, в конюшне там вообще открытое пространство, там вообще, ребят, не вариант. Так, стоп. Я кого-то вижу. Стоп, там летают сверху или что? Или мне кажется? Ребят, смотрите, там забак сверху летит. Посмотрите просто. Блин, нас, скорее всего, могли уже увидеть, потому что, смотрите, с высоты ему все видно. Я не знаю, нам просто нужно сейчас пока что, наверное, стоять. И хотя, давайте, ребят, короче, погнали. Нужно ехать, потому что это реально капец, короче. Но он, в принципе, уже садился, не факт, что он нас видел. Но, ребят, все равно, знаете, блин, лучше перестраховаться. Так, короче, я пока что уже никого не вижу. Он, наверное, уже приземлился. Но все равно, ребят, нам нужно поставить машину, потому что нас, скорее всего, могли на этой увидеть. Нам нужно просто поменять машину. Давайте поставим, я не знаю, полицейскую, чтобы... Смотрите, не так мы палились как-то, знаете, потому что там стояло многих, много заброшенных полицейских машин. И, знаете, возможно, они поймут, что мы просто стоим. Вот, типа, мы просто машина, знаете, типа, мы машина и все. Короче, я предлагаю медленно, как-то аккуратно. Ребят, автобус, вы видите автобус? Там нужно просто валить сейчас быстро. Ё-моё, ё-парасетэ, капец просто. Капец, ребят, валим просто. Смотрите, там автобус просто на нас гнался. Там целый автобус зомбареет. Это просто жесть. Короче, я не знаю, куда мы будем ехать. На вертолет, наверное, не вариант, потому что я видела там в чате, Симба говорила. Они писали, что там, короче, база просто в зомбах. И у нее, и у меня. И плюс, ребят, в полицейском участке тоже есть зомби. Там они, знаете, обеспокоились, чтобы мы не брали вертолет. Вот, короче, ну вертолет, конечно, реально самое безопасное место, но все равно, короче, не знаю, тут вообще везде стремно, но пока что, ребят, самое безопасное место это или дартаплан, но у нем минус, что типа он приземляется, он снижается с каждой секундой. А вот вертолет, ребят, мы можем летать на нем бесконечно, и нас никто не достанет. Вот, ну короче, я не знаю, еще относительно безопасный вариант это машина, но на машине нас тоже могут догнать. Хотя они могут также поставить любую другую машину, взять ее и просто нас догонять. И мы будем просто так угонять вечно. Я не знаю, нам нужно как-то попасть на мою базу и спуститься просто в бункер. Там реально самое безопасное место. Короче, я не знаю, как мы туда попадем. Я предлагаю просто пока что постоять, посмотреть. Вот, ну короче, я не знаю, ребят, смотрите, там впереди стоял этот синий автобус. Возможно, они за нами... Ребят, вы видите? Автобус опять, только другой, не синий, а белый уже. Нам нужно аккуратненько заехать, чтобы нас не было видно. Стоим. Главное, чтобы нас не увидели. Тихонько. Главное, не спрыгивать. Никуда не дергаться. Симба, блин, ну сядься. Господи, прыгает она. Капец, блин, спалила, наверное, нас. Тебя ж, наверное, видно было отсюда. Вам нужно просто сейчас стоять. И не рыпаться. Он едет сюда, он едет сюда. Нам нужно валить, наверное. Ребята, не едут. Короче, я предлагаю валить, потому что нас сейчас реально догонят. И нам просто будет сейчас реальная жопа. Короче, ребят, валим. Я не знаю, правда, куда. Ну, возможно, на фирму как-то. Но я не знаю. Но на нашей базе, мне кажется, они уже там были. Короче, ребят, придем... Ой, господи, блин, я не сюда хотела. Ну ладно, уже, ребят, не вариант. Я не знаю, чей-то дом. Нам нужно как-то здесь прятаться будет. Мы отсюда, наверное, не выберемся, потому что он закрыт. Короче, я не знаю, что мы тут будем делать. Нужно как-то, ребят, здесь спрятаться. Единственный вариант спрятаться в коробках. Я не знаю, как-то тихонько посидеть. Короче, реально дом закрыт. Тут входа, ребят, я не вижу. Я не знаю, тут все заколочено. Вообще, ребят, нифига не понятно. Поэтому нам нужно просто сейчас где-то спрятаться в коробках. Я не знаю, как. Короче, предлагаю тут поставить коробки. Симба, блин, сидит, я не знаю. Там зомби, ребят, спускаемся быстро. Смотрите, там они спускались на дороге, там на спуске. Блин, нужно быстро прятаться. Нас, наверное, увидели. Блин, капец. Нужно быстро прятаться. Ребят, ставим коробки, чтобы нас так, знаете, не было видно. Давайте вот поставим кучу коробок. Типа, знаете, дом, по идее, заброшенный. Вот. И нас, по идее, не должны тут увидеть. Короче, ребят, нужно сесть, чтобы нас окончательно здесь не было видно. Вот, давайте садимся. Все, ребят, мы уселись. Нас тут вроде бы не видно. Ребят, вы видели? Они на крыше уже, посмотрите. Мы прям вовремя спрятались. Капец. Они ушли. Офигеть, они нас не увидели. Ребят, я в афиге. Просто посмотрите. Я вижу, я, я, кажется, реально, ну, реально, это было очевидно. Они там спускались на спуске, на вторую линию, там, где дома стоят, с третьей линией, там, где наши базы. Он, наверное, видимо, спускался, и как раз Симба стояла, блин, на крыше. И тут мы вовремя спрыгнули, и он подумал, что мы ушли. Ребят, короче, капец полный. Смотрите, вон они поехали. Посмотрите, сколько их. Посмотрите. На этих, на мотоциклах. Целый автобус. Ну, капец, реально. Офигеть, мы спрятались. Просто какой-то капец. В каком-то заброшенном доме, я не знаю. Но, блин, с другой стороны, владелец может смотреть по камерам. И смотрите, он убегает, он убегает. Ну, короче, ребят, вот это да, конечно, мы подогнали. Капец. Просто я вовремя поставила коробки. Ой, господи, ребят, ну, капец полный. Капец просто. Я не знаю, как это описать, но это реально какой-то капец. Я не знаю, сколько я уже раз сказала капец за это видео. Но это реально жесть. Ну, блин, представьте, он был в двух метрах от нас, и нас, ребят, не увидели. Я считаю, это просто достижение. Короче, нам нужно просто сейчас быстренько пойти на базу. Нужно поставить вертолет. Я не знаю, как мы это сделаем. Нам нужно просто быстро сейчас бежать. Надеюсь, на Симбиной базе тут никого нет. Поэтому быстренько поднимаемся, поднимаемся. Надеюсь, на крыше сейчас никого не будет. Вроде бы никого нет. Но, ребят, с другой стороны, я не могу поставить вертолет, потому что это не моя база, блин, а Симба не может поставить вертолет, блин, это жалко, но мы, конечно, тут закрылись, тут, в принципе, нас не достанут, потому что мы закрыли двери, мы закрыли вот этот вот проход, вот этот вот люк, Короче, но с другой стороны, нас могут и найти, потому что, я не знаю, на втором этаже могут на этой базе ходить, подняться, а потом на третью же просто через лестницу, просто можно сюда залезть. Ну, короче, я не знаю, тут можно, в принципе, и отстреливаться Но, с другой стороны, блин, тут все равно мы на видном месте как-то, знаете С высоты нас будет видно Та, ребят, не очень-то и классное место, знаете, под дождем стоять Вот это вот мокнуть, еще заболеем, господи, не дай бог Короче, ребят, вообще, ребят, какая-то реально параша происходит Я не знаю, нужно, наверное, спрыгивать, поставить мою базу Я быстренько поставлю опять мою базу И просто сейчас спрячемся туда, в бункер, и будем ждать спасения Я не знаю, успею ли я Короче, быстро ставим базу, я не знаю, придут они или нет Давай быстрее прогружайся, нужно быстрее заходить сюда Короче, капец полный, давай сюда, быстрее, быстрее, быстрее Открывайся, открывайся, господи, быстрее, давай, быстрее, закрывай Блин, зомби пролез, зомби пролез Нужно быстро-быстро бегать, быстро бегать Я не знаю, блин, они сюда пришли, блин Но, блин, у нас не получилось опять, я не знаю, что делать Они сейчас все сюда припрутся Ну, реально, посмотрите, куча заброшенных домов. Я не знаю, куда спрятаться. Тут все владельцы, кто зомби, они могут просто следить по камерам. И мы просто, ребята, отсюда не спрячемся. Я не знаю, что делать. Ну, просто капец. Я не знаю, как там Симба. Надеюсь, в ней все хорошо. Вот, надеюсь, ее не съели. Я не знаю. А, нет, все, она бежит. Все, супер, господи. За ней бежит титан-зомби. Капец, полный. Нужно сейчас быстренько ставить машину и просто ехать за ней. А, ну, хотя, ребята, это, наверное, не вариант. Едет за, она, наверное, сразу поедет на ферму. Это очевидно, скорее всего. Потому что мы договаривались, если вдруг мы расчленяемся. То есть, если мы вдруг друг с другом теряемся, то мы идем на ферму. Короче, вот я на ферме. Тут зомби ограбил, блин, мой дом. Капец, полный. Короче, будем тут как-то, я не знаю, обустраиваться. Давайте поставим палатку, может быть, или коробки. Знаете, чтобы с высоты мы просто не стояли. Вот тут вот. Так, ну, мне кажется, это сильно видно. Так, ну, вот эта вот палатка относительно лучше. Но с другой стороны нас здесь могут увидеть, потому что эта палатка не от фермы. И тут, возможно, они поймут, что я здесь буду. Плюс палатка открытая, не знаю, не закрывается. Короче, ребят, мне кажется, она, ребят, не вариант. Я не знаю вообще, что мы тут будем делать. Я предлагаю лазеры еще как-то здесь поставить. Но мне кажется, они тут не поставятся. Потому что рядом с палаткой... Да, ребят, они не ставятся. Короче, нужно, наверное, в ферму зайти вот сюда. И поставить вот тут коробки. Тут как раз есть коробки или сено. Я не знаю, что это. Может быть, палатку поставлю. И просто нужно будет где-то лазеры еще на входах поставить, чтобы мы чувствовали, когда они приходят. Короче, ребят, это реально какой-то капец. Нужно ждать спасения. Вызываем, короче, службу СОС. Я не знаю, нам нужно как-то салют вызвать. С другой стороны, если мы запустим салют, нас увидят, конечно, с высоты. Но с другой стороны почувствуют и зомби, что мы здесь находимся. Я не знаю, нужно как-то сейчас будет ловить связь. В общем, спасаться. Я не знаю, как это все будет. Ребят, кто не подписан на мой канал, срочно подпишитесь. У меня много всего интересного и много всего нового. Ребят, в общем, буду здесь стоять. Сейчас Симба сюда тоже прибежит. Вот, короче, ребят, будем тут просто переждать. Потому что я не знаю, как еще быть. Я не знаю, где еще можно спрятаться. Потому что нас везде находят. В школе нашли. Единственное, не нашли на базе. Ну вот, ребят, Симба нас нашла уже. Все, супер. Мы будем прятаться здесь в коробках. Мы будем прятаться здесь в коробках.